Красота, утверждают дендрологи, бывает опасной. И лучше ею любоваться на расстоянии. К сожалению, не редкий случай отравления южными растениями. Кто-то решил попробовать семена, кто-то заварить листья неизвестного кустарника, как чай. Чаще всего у гостей курорта впечатляется олеандром. Очень уж он красиво цветет. Туристы срывают веточки, не подозревая, чем это грозит. При срезании, при обработке этого растения выделяется сок, который, попадая на кожу, может вызвать раздражение. И причем достаточно сильное. Даже, казалось бы, безобидная лекарственная лавровишня или душистая жимолость имеют как полезные свойства, так и противопоказания. Нельзя, например, из их веток делать шампуры. Около метельника противидного. Не всем можно подолгу находиться. Его аромат вреден для тех, кто склонен к аллергии. А семена вообще ядовитые. Просто надо помнить, советуют биологи, красивые растения часто бывают коварными. Декоративная мелия. Она встречается на улицах нашего города, чаще всего в Адлере. Люди обращают внимание на фиолетовые цветы и необычные крупные ягоды. Но и листья, и цветы, и плоды ядовитые. Отваром этого растения борются с обшитовой огневкой в тех случаях, когда нельзя применять химию. То же самое можно сказать о вечно зеленом кустарнике Цеструм Паркви. Он токсичен. Конечно, руки после него помоют, потому что все равно какие-то вещества ядовитые содержатся в листьях. Но самое ядовитое у Цеструма, который происходит из Южной Америки, это недозрелые плоды. Несколько плодов могут привести к летальному исходу. Среди опасных экзотов сочинской флоры – гривелия розмарина листная. Может вызвать сильное раздражение кожи. Даже алычу – молодые плоды, которые весной любят сорвать дети, нужно есть с осторожностью. Косточки не разгрызать. В них содержится синильная кислота, которой можно отравиться. Конечно, от одного плода плохо не станет. Однако специалисты предупреждают. Оставить память об отдыхе лучше в виде фотографий, а не записи в медицинской карте.